ребятки всем привет сегодня так необычно у нас начинается видео приехал на рыбалочку на зерцо зерцо такое камушевое такое достаточно заросшее озеро где-то уже но потом подойдем поближе надеюсь погода позволит где-то уже начинают кувшиночки пробиваться то есть так весна май первое число мая приехал только он наверно вам видно вон вдалеке там на пристани только поставил кресло рабочее свое место разложил прикормку замешал и пошел дождь думал сначала промериться но думал мокнуть зря не буду потому что бог его знает но вроде должен скоро прекратиться по глубинам здесь я так понимаю будет мы уже здесь ловили что тут понимать же примерно понятно что где-то метра 2 2 30 где-то так не больше будет глубина и дно достаточно все заросшие но будем искать место ну как-то так рыбалочка сегодня обещает быть интересной надеюсь скоро дождик прекратится и пойдем на свое рабочее место промеряться там уже включимся ну что ребятки такое образовалось окошечко между дождем по-быстрому разложился тут прикормки насыпал промерился по-быстрому ну как по-быстрому насколько возможно было потому что тучки еще так достаточно низко но вроде как все идет в лучшую сторону немножко давление видимо подымается и облака уходит вверх промерился дистанция будет 37 метров но получается ровно ровно стол дальше идут кувшинки видимо которые еще не поднялись их не видно но они там есть потому что он чувствуется корни маркером так промерился пробил и на самом подъеме где-то на глубине полтора метра идут опять кувшин вот на этом подъемчике таком будем ловить вместо лова будет примерно метра два не больше плюс-минус два метра плотва здесь принципе все водится караси хорошие водятся но караси на фидер здесь сколько мы не ловили не идут на поплавок пожалуйста ловится надо выжидать лень карась вот на поплавок ловится на фидер подлещик плотва синец здесь тоже кстати есть краснокнижный мало но есть вот будем кормиться уже промерился такие кормушечки макс видовские с т-образным грузом прикормка вабик орех и вабик черный лещ я всегда беру две разные прикормки то есть основная прикормка это вабик орех а для затемнения чтобы краской не мудохать эту прикормку беру черную любую прикормку принципе черный вот опять пошел дождик на ребятки будем кормиться сейчас я думаю с десяток кормушек сегодня прикормки много это все что хотел не мешал погода такая непонятная может вообще прогнать прогнать надеюсь мы сегодня рыбку половим так вот с десяток кормушек отправим сейчас на точку ну и приступим к ловле ну Вот, поклевочки. В принципе, ребятки, с первых забросов рыбка уже дала о себе знать. На точку пришла. Ну, возможно, она там и стояла, на этом площадочке. Плюс еще закормочное пятно сделал хорошее. И сразу с первого заброса пошли поклевочки. Два подлещика словил, вернее, одного подлещика. Ну, мелочь, пока берется мелочь. Один подлещик и один сенец. Уже, наверное, обгрызли все. Или сидит там что-то. Крючок какой. Одни ошмёточки остались. Хорошо, рыбка стоит, это хорошо. Единственное, сегодня голову от подсака и садок в машине оставил. Неохота возвращаться в машину. Машина так достаточно далековато, а я уже тут разложился. Как бы с собой вещи надо забирать. Так, ну, стрёмно их оставлять здесь. Рыбу в ведро. Ведро у нас 15-литровое большое, поэтому, если что, буду почаще менять воду, чтобы рыба выжила. Ещё делать. Отлично. Так, ребята, очередной подлещик. Вот он весь такого размера вот ловится. Вот такие мелочёвочка, плюс-минус в таком размере. Пока ловится хорошо. Пока клёв активный. Активный даже очень. Такие. Покалываем на три мотылика. Так, ну, тестирую, проверяю там. Два, один, три. Два, один мотылика вешаешь. Поклёвки идут практически в лёд. Только кормушка достигает дна, и то бывает. Не достигает дна, где-то на лету. Склёвывает плотничка. То есть берётся плотничка. Три мотылика и больше, уже ловится подлещик. Поэтому ловим на три мотыля с плюсом. Подцепил, ребята, пиночку. Ещё с собой банку пинки взял. Не опарыша, а именно вот этого мелкого пиночку. Надо как-то отсекать эту мелочёвку. Надоело уже, если честно. С каждого заброса пум-пум эти вот поклёвки. И такие надребезжения. Ну вот, кстати, последние три рыбки. Словилась плотва. И плотва такая достаточно неплохая. Где-то здесь в ведре. Вот, поклёвочки. Что-то клюёт непонятно. Сейчас покажу. Вот такая плотница. Ну вот, последний час, наверное, даже больше часа ловится только плотва. Подлещика нету и поклёвок его нету. Только плотвичка ловится. Скажем так, не густо и не пусто. Вот и сейчас что-то идёт мелко. Наверное, опять плотва. Хотя, не, вроде как подлещик. Наверное, подлещик. Он первый подлещик за полтора часа. Обратно приплыл. Встал на точку. Лаврушка. Обратно приплыл. Опять подлещик. Это синец. Синец. Или подлещик. Это они, когда мелкие, похожи друг на друга. Синец, подлещик. Когда чуть побольше, так отличаются. Какая прозрачная. Что-то смотрю, долго поклёвок нету. Дай, думаю, перезаброшу. Ну, как долго я так особо стараюсь не дубинить. Там каждое. Ну, максимум через 4 минутки перезаброс сделаю. Максимум. 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 Татик по этому водоему много. Наверное, не только по этому. Везде, где очень топкий ил, где заилиные водоемы, как правило, живность не работает. Поэтому здесь живность даже не добавлял, что-то поклевочки были, все высосано в ноль. То есть смысла сюда добавлять лимана, либо опарыша живого практически нет. Все уползает в илл, так как илтопки, то есть бессмысленно все это сюда добавлять. Либо нарезка животины для запаха, либо уже добавлять что-то такое из пшена, кукуруза резаная, что-то такое. Для кукурузы резаная здесь черновато. Еще вода холодная. Вода, наверное, градусов 7. Водоем родниковый. Вода здесь холодная. Еще, по идее, и для ней ресторановато здесь леща. Может быть, к середине мая. Так, ну что, ребятки, на этой рыбке. На этой плотвичке закончим рыбалочку. В принципе, понятно. Подвечек сегодня бастует. Поэтому не будем мучить. И отвалилась. Ни себя, ни рыбу. Клюет плюс-минус. Это, скажем так, одна из самых мелких плотвиц плюс-минус. Такая плотвичка. Максимальный размер сегодня по плотве, наверное, грамм 150. Ну, где-то с самого утра поскакивали мелкие. Потом стала хорошая плотва более-менее. Стоп. С плюсиком. Ну, стоп плюс-минус. То есть, нормальная плотва. Такая съедобная, скажем так. И тем временем, в это же время, подвечек вообще ушел. Ну, и все. И в зависимости от погоды тоже сегодня сами видели. Крутило погоду. То дождь, то солнце, то опять дождь, то опять солнце. Такое. Ну, и рыба так же себя реагировала. То есть, такое. Возможно, еще от давления сегодня вот зависит. То есть, ну, вот этот клев подлещика влияло давлением. Потому что она сегодня, сами видите, скачет то вверх, то вниз. Как-то так. Вот. Сейчас покажу. Так. Это улов. Ну, вот, сами видите, такой сегодня улов. И то это, ребят, не все. Плотвичка такая неплохая. Сегодня подходили еще местные. Разговор зашел за их кота. Так я их еще как бы угостил рыбкой. Наверное, половину рыбы забрали коту. Вот. Как-то так. Ну, как говорится, не густо и не пусто. С уловом остался. Все, ребятки, не забываем подписываться на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok